Вот в этом месте разобрано. Следующий тротуар начинается. Угол был разобранный. Ну, наверное, дня четыре это было ежедневно. В разных местах. Одни строят, другие моментально разбирают. На улице Идемана в Канске к укладке новых тротуаров приступили всего несколько недель назад. Но не успел подрядчик закончить работы, как начал замечать, что только-только уложенная брусчатка пропадает. Ну, это вообще, я считаю, что это произвол. Вы понимаете, тут такое мнение у жителей, вот, которым мы общаемся, ходят. И говорят, ребята, ваши тротуары после того, как вы сделаете, их все разберут. Их все потихоньку разберут. Тут такой район. Но надо как-то относиться к этому по-другому. Сами жители района тоже негодуют. Улицы довольно протяженные и поток пешеходов здесь приличный. А вот тротуаров никогда не было. Этого благоустройства местные ждали давно. Делается вроде все для людей. Ну, если ты такой смелый, подойди сейчас и отдери пока. Это же делается, это даже воровство. Конечно, бессовестно все это. Мы вот каждый день здесь живем, каждый день гуляем, каждый день вот это вот видим изобразие. То там, то с той стороны где-то. И забирают. Так вот, если будут вот так разбирать, так их и не хватит надолго. Всего подрядчику необходимо уложить больше четырех с половиной тысяч квадратных метров полотна. Рабочие трудятся здесь, не покладая рук каждый день до позднего вечера. А кто-то просто приходит и ворует брусчатку. На самом деле непонятно, чем руководствовались те, кто разобрал этот тротуар. Потому что вот если вытащить один камень, то с легкостью можно разобрать всю дорожку целиком. Но, как мы видим, здесь не хватает всего около двух десятков кирпичей. Сначала брусчатка пропадала только с тропинок. И это было похоже на банальный вандализм. Однако накануне строители обнаружили кражу плитки из поддонов. К расследованию уже подключилась местная администрация. Ведь благоустройство здесь проходит в рамках масштабного пилотного проекта. На него были выделены немалые федеральные деньги. Мы обратились в управление внутренних дел наших, для того, чтобы навели здесь порядок. Ну и, во-вторых, будут задействованы все видеокамеры, которые у нас здесь есть. Если где-то какие-то участки не захватываются, значит поставим дополнительные. Обратился в полицию и сам подрядчик. Официально зафиксированы два случая хищения стройматериалов. Злоумышленников обещают найти. Но как бы то ни было, сейчас строителям за свой счет придется восстанавливать разрушенные тротуары. Ведь все работы должны быть сданы уже через две недели.